Встреча с директором Института Конфуция 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 Для вас, как для знатока китайского языка, для вас это было решение странным или закономерным? Мне кажется, что не надо этот вопрос задавать. Надо будет тогда рассказывать, что я пять лет была заместителем директора Института Конфуция, а потом я пять лет была директором Института Конфуция. Может быть, в это не стоит углубляться? То есть я могу сказать, что, ну если это интересно, что я в течение десяти лет этим занимаюсь? Конечно. Хорошо. Так сложилось, что я уже в течение десяти лет занимаюсь Институтом Конфуция. С 2007 года в течение пяти лет я работала в качестве заместителя директора и в течение последних пяти лет я являюсь директором Института Конфуция. Когда мне была предложена эта работа, я без раздумий согласилась, потому что это было интересно. Это что-то новое, это яркое, это здорово, это замечательно. И создавать что-то новое, конечно же, трудно, но здорово делать это с нуля, потому что на самом деле это открывает какие-то новые интересные возможности. И для профессионального роста, и вообще для того, чтобы принести благо, не побоюсь этих высоких слов, принести благо и нашему российскому народу, и делу мира и дружбы между нашими народами и нашими странами. Как бы это пафосно не звучало. А это не пафосно, потому что абстрактной дружбы между странами не существует. И есть дружба и взаимопонимание между конкретными людьми. Совершенно верно. Абсолютно верно. Я с вами с этим согласен. Хорошо. Что вот за 10 лет самого примечательного было сделано Институтом Конфуция? О чем вы бы так с теплотой повспоминали бы? А как раз о человеческих и дружеских связях, которые установлены между огромным количеством людей в России и в Китае. Это не только мы, сотрудники и преподаватели двух университетов. Это огромное количество студентов, выехавших по обмену в Китайскую Народную Республику. И превосходно, когда приезжает какая-нибудь делегация, встречает наших студентов, и они начинают радоваться друг другу, обниматься. Как старые добрые друзья. Да, что между ними налажены связи. Вот эти связи налажены между большим количеством людей. Вот это, пожалуй, самое теплое и примечательное, что произошло за 10 лет. Спасибо большое. Подробнее о деятельности Института Конфуция и о дружбе между Россией и Китаем мы поговорим в программе «Актуальная тема». Ну а сейчас продолжаем выпуск новостей.